В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Терра инкогнито. Рязанский школьник решил поиграть с полицейскими. Не смог пройти мимо. Молодой человек задержан за кражу со взломом. Пункт назначения МВД. Студенческий десант заглянул за кулисы полицейской службы. В вашем здании заложена бомба. Найдется? Хорошо. Не найдется? Взорветесь. Позор дежурным. Язык не поворачивается назвать это шутками. За каждым таким звонком или смятой бумажкой стоит конкретный человек. Правда, недостойный название высокоорганизованного существа. Они играючи минируют школы, больницы, торговые центры, объекты транспортной инфраструктуры. Особенно популярным это развлечение стало среди молодежи и на первом месте школьники, которым просто не хочется идти на уроки. Один такой оригинал на днях сообщил о минировании школы. В считанные минуты полицейские установили личность телефонного террориста. Им оказался восьмиклассник одной из рязанских школ. В настоящее время с подростком работают полицейские и педагоги. Мотивы своего поступка школьник объяснить не смог. Я взял телефон, позвонил на экстренный вызов 911 и сказал, что на школу напали террористы. Потом я включаю телефон и все. Задержанного юношу несмышленным не назовешь. Каких фильмов тинейджер насмотрелся накануне своего поступка, пусть разбираются родители. Им может грозить крупный штраф. А школьнику следует лучше учить уроки, особенно физику. Тогда он будет помнить, что времена, когда телефонная сеть была аналоговой, а сигнал шел по медному кабелю, остались в прошлом веке. Сегодня телефонные хулиганы не могут остаться анонимами, просто разомкнув электрическую цепь. Все манипуляции с телефоном очень легко проследить. Рязанец признан виновным в убийстве девушки из Екатеринбурга. Напомню, трагедия произошла еще летом 2014 года и вызвала большой общественный резонанс. Во-первых, погибшую обнаружили на козырьке дома. Во-вторых, сразу заинтересовались ее репутацией и строили догадки о возможных мотивах преступления. Версия следствия оказалась более прозаичной. Жертва, а точнее ее действия, просто разозлили мужчину. В тот день Александр Щелоков пришел в гости к своей приятельнице, которая снимала квартиру в одном из домов по улице Мервинской. Но дверь открыла незнакомка. Жительница Екатеринбурга накануне остановилась у подруги и наотрез отказалась впускать настойчивого кавалера. За это и получила несколько ударов. Спасаясь от нападавшего, девушка выбежала на балкон, откуда через оконный проем попыталась покинуть квартиру, расположенную на третьем этаже дома. Щелоков в это время стал носить девушке удары ножом. Жертва упала на козырек пристройки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. А незваный гость просто скрылся с места преступления. В суде он признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбывания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Говорить об ошибках вообще трудно, особенно медицинских. Это связано с тем, что последствия в работе врача особенно серьезны. Это и недееспособность, и инвалидность, и даже смерть. Как верить светилам медицины, если в погоне за прибылью многие из них забывают, что когда-то давали клятву Гиппократа? 2 декабря за очередную врачебную ошибку расплатился 5-летний малыш. Мальчика доставили в реанимацию, но ребенок умер. Следователи Сассовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе проверки было получено заключение специалистов регионального Министерства здравоохранения, которые выявили нарушение при оказании ребенку медицинской помощи. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые судебные экспертизы для определения соответствия действий медицинского персонала стандартам оказания медицинской помощи. Дело было вечером, делать было нечего. Полицейские задержали молодого человека, который подозревается в краже со взломом. В полицию обратилась хозяйка дома в поселке Солоча, которая сообщила, что вернувшись вечером с работы, обнаружила в ее жилище разбито окно. Полицейские выяснили, что через разбитое оконное стекло в дом проник злоумышленник и похитил два золотых кольца и две пары золотых серег. Также сотрудники полиции заметили, что на фасаде дома разбита одна из камер наружного видеонаблюдения. Несмотря на это, видеокамера сохранила криминальные подвиги злоумышленника, а потому найти его оказалось нетрудно. Местные жители опознали в злодея человека, который еще недавно трудился на строительстве одного из зданий на окраине поселка. Вскоре 24-летний молодой человек был задержан. А как ты совершал крашну? Я вышел, когда из дома, где я живу, и пошел прогуляться в сторону леса, где коттеджи стоят. В городе Рязани, да? Нет, в Солочи. И увидел, коттедж стоит, посмотрел, позвонил, в дом никого не оказалось. Ну, перелез через ограду, дернул за ручку еще, проверив. Ну, и потом разбил окно. А что там взял? Ну, я искал, конечно, деньги. Ну, нашел кольца, ну, золотые. Ну, я их взял. Потом скрылся с места происшествия преступления. Хочется думать, что такие развлечения во время прогулки не войдут в привычку. Что важнее, негласное обеспечение безопасности или непоколебимость частной жизни? Об этом придется задуматься индивидуальному предпринимателю, который под видом датчика дыма пожарной сигнализации установил устройство «Шпион». Данное устройство индивидуальный предприниматель установил в помещении, принадлежащем ему торгового павильона в городе Рязани, для слежения за своими сотрудниками. Противоправные действия подозреваемого были выявлены, и пресечены сотрудниками регионального управления МВД России. Дайте мне ваш мобильный, и я прочту все ваши мысли. Увы, человечество не способно отказаться от устройств, дающих 7 минут на удовольствие и лишающих более важных ценностей права на защиту своей частной личной жизни. По сути, мы сами составляем досье на себя. Страница на сайте социальной сети, круг общения, адрес и телефон. Самый богатый улов – история посещенных страниц и поисковых запросов в интернете. Недавно прогремела череда увольнений сотрудников одной крупной IT-компании, потому что они в Скайпе с бывшими сотрудниками обсуждали провал сервиса по рейтингу кино. В результате все участники чата покинули компанию. Сейф-акт стал достоянием общественности, а компания-конкурент тут же подсуетилась, сделав простой функционал по импорту оценок в свой аналогичный сервис. Репутационный ущерб, безусловно, показательная головомойка вполне возможна. Зато теперь то, что обсуждалось в кулуарах, стало известно всем. Компания следит за деятельностью сотрудников и прослушивает их компьютеры. Тема слежки на работе имеет столько подводных камней, что не всегда хороший юрист докажет нарушение прав сотрудников. Но необходимо помнить – правоотношения, их субъекты, суть и результат не меняются с модификацией орудий производства. Какие бы программы ни использовались, мы имеем дело все с теми же трудовыми отношениями, в которых сотрудник обязан выполнить работу в рабочее время, а работодатель – ее оплатить. Главное – четко разграничить личную информацию и служебную. Тогда она просто не дойдет до чужих ушей. Все, что обычно знает о работе полиции, обыватель не выходит за рамки новостных сюжетов. Заглянуть за кулисы полицейской службы удается немногим. Для ознакомления с профессией и привлечения потенциальных кадров проводятся специальные экскурсии. Студенческий десант высадился прямо в управление МВД. Скептически настроенная в начале, молодежь быстро нашла общий язык с сотрудниками и перешла к конкретным вопросам. В дежурной части смонтирован комплекс «Безопасный город». Вкупе с системами камер видеонаблюдения, установленными на центральных площадях, вокзалах и местах массового скопления людей города Рязани, это позволяет эффективно обеспечивать охрану общественного порядка, отслеживать ситуацию на дорогах и находить людей, объявленных в розыск. Патрули полиции и ДПС в реальном времени координирует и направляет другая система. Она же способна объединить усилия экипажей, скорой медицинской помощи и других оперативных служб при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Студенты своими глазами увидели, как вся информация для удобства принятия решения выводится на специальные широкоформатные экраны. После такой откровенной встречи, когда даже заработная плата действующих сотрудников перестала быть тайной, полицейские рассчитывают на пополнение своих рядов. А это уже встреча студентов с народными дружинниками. В охране общественного порядка Рязанская область занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе. В настоящее время в городе в связи с принятием федерального закона развернута широкомасштабная деятельность по привлечению актива населения к профилактике правонарушений и организации работы народных дружин. Настраивает молодежь, даже если они не выберут путь юридический в дальнейшем, как минимум, это, ну, будем надеяться, что сдержит их от совершения каких-то правонарушений и, возможно, преступлений. Поскольку, зная, какие есть возможности сегодня у органов внутренних дел, у экспертов, то вряд ли наша молодежь решится на совершение правонарушений, тем более преступлений. Возможности современных экспертиз не дают преступникам шанса скрыться от правосудия. На сегодняшний день нет следов, которые эксперты не умеют читать. ДНК-экспертиза позволяет нам идентифицировать человека со стопроцентной вероятностью. Другого человека с таким же ДНК-профилем на земле нет и никогда не будет, за исключением однояйцев-близнецов. У меня генетический код абсолютно идентичен. А вот запах разный, и он способен привести к преступнику. Но для ознакомления с этим вопросом лучше записаться на ближайшую экскурсию к криминалистам. Какие категории дел рассматривает суд присяжник? Особо тяжкие преступления, за которые предусмотрен максимальный вид наказания – это пожизненное решение свободы. Вид судопроизводства выбирает подсудимый. Присяжными заседателями не могут быть лица старше 65 и младше 25 лет. Судимые, состоящие на учете в нарко- и психоневрологическом диспансере. Ограниченно дееспособные и недееспособные. Военнослужащие, работники правоохранительных органов, представители власти. Кандидаты в присяжные заседатели подаются Рязанской областной администрации в областной суд непосредственно путем случайной выборки по избирательным спискам. Но это не значит, что каждый гражданин может попасть в присяжные заседатели. То есть идет жесткий отбор. Прежде всего специалист в областном суде, который занимается вот этими вопросами, он непосредственно тоже беседует с каждым из кандидатов и предварительно отбор ведется. После этого эти кандидаты приглашаются перед судебным заседанием. И мы еще, то есть судья, прокурор, защитник, подсудимый, потерпевший, идет также отбор присяжных заседателей. Законом предусмотрено 12 основных кандидатов в присяжные заседатели. И в зависимости от сложности дела от двух до шести запасных присяжных заседателей. Почему их второе название «Судьи факта»? Судят человека, дают ответы на вопросы о виновности или невиновности только на доказательства, которые используются в суде. То есть в данной ситуации мы не можем, как я, как гособвинитель, та же и защитник, и подсудимый, не может говорить о личности подсудимого, о его характеризующих данных, о том, что был он не был судим ранее. Для справки. В России предложение об введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине Второй русским ученым-юристом Десницке. Эту же форму суда только на 40 лет позже государственный деятель Спиранский предлагал Александру Первому. Предусматривался он и в программных документах декабристов. Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года. Какие вопросы ставятся перед присяжными заседателями? Первый вопрос. Доказано, что было событие самого преступления. Второй вопрос. Доказано, что подсудимый участвовал в этом событии. Третий вопрос. Виновен он или не виновен в совершении данного преступного деяния? И если присяжный признает, что он виновен, ставится вопрос, заслуживает он или не заслуживает снисхождения. Если присяжный приходит к выводу о том, что подсудимый виновен и заслуживает снисхождения, то судья, уже профессиональный судья, не может назначить максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, за которые осуждается человек. Голосование проходит в открытом режиме. Если голоса разделились поровну, то подсудимый считается невиновным и отпускается судьей из-под стражи немедленно. Правда ли, что труд присяжных заседателей оплачивается? Где-то порядка 800 рублей, приблизительно 800 рублей в день они получают заработную плату. Либо, если человек работает где-то и получает больше заработную плату, то он может получить среднюю месячную заработную плату, свою, которую он получал, допустим, на предприятии или еще где-то в какой-то организации. Есть ли особые требования присяжным заседателям? Они на работу не ходят. Они на работу не ходят. Они не должны общаться ни с кем, даже с своими близкими родственниками, при обсуждении тех или иных моментов, которые они услышали в суде. Судья перед процессом их об этом предупреждает. Они не должны смотреть телевидение, прессу читать, если что касается этого дела. То есть собирать самостоятельно доказательства. Они не имеют права. Присяжные заседатели обязаны основываться только на тех доказательствах, которые прозвучали в суде. Это все, о чем мы успели рассказать. Всю телевизионную продукцию компании вы найдете на сайте. По традиции желаю не попадать в криминальные сводки. И прощаюсь до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин